Шалом, дорогие друзья! Ну, к сожалению, не улучшается в мире ситуация. Значит, мы недорабатываем, значит, надо добавлять света. И поэтому, как я и говорил, начинаю новую серию уроков с Божьей помощью. Вот по псалмам Давида. Сегодня предварительный о псалмах, а дальше по каждому из псалмов, что он, как он, как им спасаться и чему он помогает. Чтобы начать разбираться в этом великом сборнике мудрости, вот, псалмов, надо понять, с каким уникальным духовным явлением мы вообще имеем дело. Уникальность и мощь Тегилим, это она из руаха Кодыш, это пророческое постижение, на котором они были написаны. Не только слова написали мудрецы, но даже отдельные буквы опираются на глубочайшие, там, какие-то каббалистические концепции. Я буду ссылаться только на великие духовные авторитеты. Значит, Исмаль, Исраэль. Книга Тегилим подходит каждому человеку в каждый момент жизни. И в ней можно найти корень своей души. И в книге «От начала творения до прихода Машеха» есть все. Ликутей Мааран, Рабин Ахмана. Читаю. Благодаря чтению Тегилим, Всевышний дает человеку знание и мудрость, чтобы тот сам нашел путь, подходящий именно ему, соответствующий корню его души. Что делать в этом мире, чтобы удостоиться полного возвращения к Всевышнему. Рассказывают мудрецы, что Давиду Всевышнем было отпущено все, кроме срока жизни на земле. Срок пребывания его души равнялся трем часам. Узнав об этом, первый человек Адам попросил у Всевышнего разрешения передать будущему царю 70 лет, отпущенных ему тысячи лет. И это решение Адам принял до грехопадения. То есть его душа когда была совершенна. Поэтому душа царя Давида, единственная на земле, была облачена, написали в покров, свободный от любого греха. Этим объясняется магическая сила книги Тегилима. Именно потому, что Адам отдал душу до греха, в псалмах, огромная такая сила, что почти все молитвы из Тегилима. Вообще Тегилим читают ночью, простите, в светлое время суток, от рассвета до заката. И с полночи, с 12 часов, если не успели, днем можно делать. Каббалисты говорят, что каждый из 150 псалмов связан с одной из 150 галактик, участвующих в управлении нашей вселенной. Мудрецы считали, что Тора это то, что Бог говорит человеку, а псалмы это то, что душа говорит Богу. Цемах Цедек писал, если вы только знали, какая сила заключена в стихах псалмов и какое воздействие они оказывают на высшие небеса, то читали бы их постоянно. Знаете, что псалмы сокрушают все преграды. Раби Нахман написал, что чтение Тегилима обладает огромным возможностям по излечению больных, но больной должен твердо верить в это. Шла Хатош написал, у нас нет ничего большего, чем книга Тегилим. И произносящий их одновременно подобен и молящему, и изучающему Тору. Мы будем много опираться на него. Трактат Шамуш Тейлим, манусприт 11 века. Описывает каббалистическое использование отдельных глав стихов книги Тегилим для профилактики, для лечебных целей и для многих других. Многие величайшие раввины опирались на этот трактат. Произношение псалма в соответствии со своим возрастом это большая сгула для удачи и богобоязненности. От имени Балшемтова рассказывает, что с помощью произношения Тегилим человек может отменить всех обвинителей. От его же имени говорят, что надо бы желательно произносить псалмы для своих детей, как молитву за них. Любавич Схирейба говорил, если бы люди знали о силе псалмов, они читали их не переставая. Сказали каббалисты, стихи царя Давида это особая внутренняя программа, которая управляет нами, связывая нас с общей высшей силой, со светом, который раскрыл Давид и который потом раскроет все человечество. Все вместе. Именно поэтому псалмы приняты во всем мире, во всех религиях. Сказал Раби Нахман, что самый большой грешник в мире, хуже которого нету, благодаря чтению Хили может очистить себя от любого греха. И сказал Мальбин, наконец, что каждый человек найдет в ней все просьбы, все свои нужды, все молитвы. Беду и избавление находят в этой книге. Человек, люди часто, мы знаем, иногда просят прочитать эти Гелимзы, такого-то, такого. Да я расскажу короткую историю. Эту историю рассказал внук Рава Михаэля Пыреца, Равина Мексики. Месяц назад позвонил мне один человек, лет 60, голос его был незнаком, говорит, но после того, как он в Пасхоле, я вспомнил, да видел, нас ничего не связывало с друг другом до этого телефонного разговора. Он сказал, что хочет пригласить меня на благодарственную трапезу. По поводу чего? Спрашиваю. Я переболел коронавирусом, был месяц в Коми, вот, ну, слава богу. Он говорит, все в порядке. Я пришел на эту трапезу. Я был не единственный, сказал Равин, кто пришел, такое приглашение получил. У нас было 18 человек. Кто-то знал лучше виновника, кто-то хуже, там, и все недоумения было. И человек, который, по милости Всевышнего, вернулся к жизни, он рассказал нас, чтобы мы поняли. Когда я лежал без сознания, я увидел себя поднимающимся на небо. Я увидел свою маму, которой уже нет живых. И она кричит, спускайся вниз, нечего тебе пока здесь делать. А я говорю, я хочу спуститься, но не могу. Посмотри вниз, говорит она. Посмотри, увидишь, что можешь. Я посмотрел вниз, и знаете, что я увидел? Увидел вас, вот этих 18 человек, которые на трапезе, с книгами Тигилим в эту минуту. Вы читали Тигилим за меня и тянули меня обратно. Я вернулся в этот мир благодаря вам. Этот Равин говорит, я даже не представлял себе, какая сила может быть в Тигилиме. Ведь что я сделал? Мне дали имя человека, сказав, что он находится в тяжелом состоянии. Я открыл книгу Тигилим и прочитал один псалом за него. Всего один псалом. Оказывается, я и 17 человек, которые были, вернули его к жизни. У меня свидетели, все 17 человек, которые были вместе со мной. Вот такая сила в этих великих псалмах, такая сила в этой великой книге. С Божьей помощью мы по одному псалму начнем изучать, чтобы, может быть, развеять немножко тьму и чтобы увеличить свет. Брахавы от слуха.